Я приветствую вас, подписчики моего канала. Фильм, о котором пойдет речь в сегодняшнем кинообзоре, называется «Кровь и черные кружева». Это знаковая кинокартина в итальянской киноиндустрии, так как этот фильм один из первых ознаменовал приход такого жанра, как джавло. Как и сам жанр, режиссер этого культового фильма навсегда вписал свое имя в историю кинематографа. Марио Бава. Этого человека ставят в один ряд с такими тяжеловесами итальянского кино, как Дарио Ардженто и Лючо Фульчи. Этим фильмом Марио Бава показал свое дарование как художника по выстраиванию кадра и того, что в нем происходит. В разных странах фильму присваивали название «Одно таинственнее другого». Например, в Германии фильм известен под двумя названиями – «Кровавый шелк» и «Душитель в маске». В Дании фильм назывался «Красные ночи железной руки». В США картина называлась «Кровь и черные кружева». В родной Италии кинокартина демонстрировалась как «Шесть женщин для убийцы», а снимался фильм под названием «Модный дом смерти». Запутаться можно. Кстати, в США дистрибьюторам не понравились выскохудожественные кадры со вступительными титрами, и они были заменены на кадры с манекенами, освещенными разным светом. Вообще, свет в кинокартине является одним из действующих лиц. Он удачно подчеркивает достоинство шикарных интерьеров, а также игру актеров. От картинки самые приятные впечатления. Мало в каком фильме встретишь такое буйство красок. И главное – все в меру. Этот фильм раскрывает детективную сторону сюжета, а также некий реверанс в сторону фильмов ужасов. Актеры играют убедительно и интересно. Шестидесятые. Это было замечательное время. Золотой век Голливуда уже давно прошел, но его небольшие и теплые волны прибоя омывали Италию, где в то время снимались замечательные картины и зарождались творческие союзы, а также новаторские идеи. Хочу отметить, что красота построения кадра плюс детективный сюжет резко контрастируют с явно жестокими сценами убийств. В то время это было реально шокирующе и круто. Тему жестоких сцен отлично разовьет сын Марио Бавы, Ламберто, который в 80-х снял немало фильмов ужасов. Вообще сюжетная часть затягивает, позволяя зрителю выдвигать предположения, кто же убийца. Причем предположения разбиваются о железные аргументы уже в следующей сцене, заставляя мозг строить предположения на новых событиях. Под подозрением многие действующие лица. У большинства есть мотивы и какие-то другие причины приступить черту, за которой ты уже безликий маньяк. Но, как оказывается, совершить не одно, а несколько убийств можно не на почве маниакальности, а под действием многих других желаний. В этом фильме отлично показан мир моды в отдельно взятом модном доме. Актрисы, сыгравшие в этом фильме, очень красивы, как и модели тех лет. Убийца осторожен, но беспощаден и безрассуден, когда жертва у него почти в руках. Музыка в фильмах призвана заполнить пустоту, либо подчеркнуть положительные моменты. Композитор Карло Рустичелли постарался соответствовать шикарному визуальному ряду и вписал музыку в саму суть. Она вальяжна, а местами напряжена, под стать происходящему на экране. Сценарий кинокартине написал Марчелло Фондатто, которому удалось придумать и разложить по полочкам всю эту историю, повествующую о красивой обертке, в которой могут оказаться гнилые конфеты. Фильм настолько понравился публике, что даже в 2000-х годах его показывали на специальных европейских кинофестивалях. А 21 апреля 2015 года состоялась премьера. В США фильм вышел на Блю-рей. За шесть недель съемок удалось выдать на свет самый настоящий шедевр, который многие критики ставят во всевозможные топы лучших триллеров, джало и фильмов ужасов уже несколько десятилетий. Именно такие фильмы, как «Стоящее вино», со временем набирают аромат и цену. Этот фильм один из тех, чьи некоторые новаторские приемы уже намазорили глаза в качестве клише в более поздних фильмах. Но все же цитировать классику – это всегда круто. А особенно, если это классика жанра джало.